Почему время ускорилось? Тайна ускорения времени – это послание к избранным Богом. Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». У вас так бывает, что вы разговариваете с друзьями, что-то вспоминаете, обсуждаете, и замечаете, что уже прошла неделя или уже прошел месяц? Когда? Как? Только вроде бы вчера был понедельник, а уже воскресенье, завтра на работу. И много говорим, что время бежит быстро, незаметно. А в последнее время и интернет говорит, что время стало бежать быстрее. И мы посмотрим на этот вопрос. Время ускорилось. Что говорит об этом случае Библия, Слово Божье? Или этот факт со временем происходит без Божьего вмешательства? Или он об этом не знает? А если знает, что Господь говорит об этом? Именно, что время ускоряется или по-другому сокращаются дни, сокращается продолжительность определенного промежутка времени и событий в это время. В Библии они названы эти дни. Вы когда-нибудь задумывались, почему время, кажется, ускоряется? Это видео погружает в более глубокий вопрос о том, почему происходит это явление и что оно означает в духовном контексте. Узнайте, почему Бог позволяет времени ускоряться и какое значение это имеет для верующих и неверующих. Подпишитесь сейчас, чтобы узнать больше об ускорении времени и плана Господа на нас. Бог создал время. Кто установил такое понятие время? Что говорит Писание? Откроем книгу Бытие 1 глава, стихи с 13 по 15. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог, да будут светило на тверде небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверде небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. Это книга Бытие 1 глава 13 по 15 стих. В этой книге, когда Бог описывает создание человечества, описал и создание такого понятия время. В стихе 14 написано, что Бог создал светило для тверде небесной и для времен, дней и годов. Так что такое понятие, как время, создано и придумано не человеком, а дано Богом для человечества. Человек просто научился пользоваться тем, что сотворил Бог. Время ускорилось или Бог сократил дни. Время ускорилось само или под рукой Божьей. Об ускорении времени или сокращении дней говорит Библия. И не один раз. Описал Марк 13 глава 20 стих. Матфея 24-22 стих. Мы откроем Евангелие от Марка 13 главу, стихи с 19 по 27. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое Бог сотворил, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которые Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет «Вот, здесь Христос» или «Вот, там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. «Вот, я наперед сказал вам все». Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего. И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда Он увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою, многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. Это Евангелие от Марка, 13 глава, стихи с 19 по 27. Это место из Писания. Я бы сказал, этот случай, описанный в Евангелиях, можно понимать в двух понятиях. Во-первых, Бог сократит события в это время. Во-вторых, ускорение времени и восприятие этого времени человечеством. Понимание ускорения времени – знак для избранных. Ради избранных Своих. Вы согласны, что Бог может вмешиваться в события человечества ради избранных Своих? Да, Бог Творец. Это Он создал и духовный мир, и наш, материальный. И, разумеется, Он вполне может делать, что считает нужным. Это Его право как Творца. Господь не вмешивается в дела людей, но в стихе 20 написано «ради избранных Своих». Из-за нас Бог вмешивается в события последних дней и изменит их. Ради чего? Ради себя? Нет. Он дал дар для человека, свободу выбора, и он его не заберет. Человек, причем, сам выбирает, благословение или проклятие. Это его выбор. Но когда дело касается его избранных, его детей, тут он стоять в стороне не будет и сократит события описанных дней. Друзья, все, что происходит на земле, это долготерпение Божье. Он дает человеку покаяться в своих грехах. Вы знаете, если человека оставить сам на сам, самим собой, грех в связи с греховной плотью в человеке уничтожит своего носителя. Тут и делать ничего не нужно. «Господь вмешивается ради нас с вами», как написано в Евангелии от Иоанна 3 глава, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна 3, 16. Друзья, как вы думаете, от чего спасать человека? Да, суд уже произведен. «Грех будет все больше властвовать на земле, а Господь пришел спасти нас от Суда Божьего». Время ускорилось. Так как Бог создал и дал понятие человечеству как время, то вполне может и дать восприятие этого времени через изменение точек опоры времени, то есть небесное светило. Если Он их поставил, дал каждому свой круг вращения, так может Бог-создатель изменять в своем творении что-либо? Конечно, может. Вполне может быть, что и восприятие времени у человечества может измениться. Время – это относительная величина. Кто сокращает эти дни? Это не просто физический феномен, который произошел сам по себе. Посмотрим на все то же место из Писания, Марка 13 главу, стих 20. «И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни». Евангелие от Марка, 13 глава, 20 стих. Марк пишет, что это Господь сокращает дни. Не человек, не планеты своим движением, а рука Господа. Хочу также сказать. Сейчас много написано об ускорении времени в интернете и много мнений. Но 20 стих в Евангелии от Марка был написан почти две тысячи лет тому назад. То есть это первоисточник, это истина. Откуда человеческий разум берет информацию для анализа или каких-либо заключений? Как и сам факт такого понятия, как время, из книги «Бытие». Зачем время ускоряется? Это более важный вопрос, чем просто факт ускорения. Зачем Бог допускает этот феномен? Посмотрим на все то же место из Писания Марка, 13 главу, стих 20. «Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни». Евангелие от Марка, 13 глава, стих 20. Господь говорит, что Он сокращает те дни ради избранных Своих, друзья, ради нас с вами, для человека, который не дружит с Богом. Для него это опасность и страх. И это правильно, Бога нужно бояться. Но Бог говорит для нас с вами, что хоть и будут трудности, тяготы, охладеет любовь, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, который сотворил Бог, даже до ныне и не будет. Но для нас с вами Господь говорит, что Он будет с нами, ради нас Он с вами сократит те дни. Для неверующего и врага Бога это приговор, но для нас с вами это утешение. Мы не можем сказать Богу, что ты не знаешь, как нам тяжело. Он все нам рассказал еще две тысячи лет назад, что так будет, и Он нас не оставил. Для нас это слова утешения. И это, по существу, самое главное в этом тексте Слово Божьего. Почему время ускорилось? Божественное откровение для неверующих. Свидетельство для неверующих. Да, если вам будут говорить люди, которые не знают Бога, конечно, можете их предупредить, сказать, что об этом говорил Господь еще две тысячи лет назад. И сейчас время покаяться в неверии в Иисуса Христа и прийти к Богу. А если нет, будет великая скорбь, и они не избегнут участи с неверными. Предупредите их. Слово для верных. А для нас Господь не только рассказал и говорит «Ай-яй-яй». Нет, Он предупредил и сказал, что нам нужно делать в это время. Стих 23. «Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все». Это Евангелие от Марка, 13 глава, 23 стих. Господь нас предупредил, что в это время нам не нужно жить беззаботно, нужно быть внимательным и не искушать Господа. Притом, Господь заранее предупредил нас. Время в жизни верующего. Но как время идет у нас, у тех, кто пришел к Богу с верой в Иисуса Христа? Для нас время идет иначе. Да, мы живем со всей планетой, где есть годы, месяцы, часы. Но у нас свои исчисления. Да, месяцы это трудно. А недели? Каждое воскресенье или суббота? Мы идем в церковь, и наше время исчисления от воскресенья к воскресенью. У нас по-своему проходят недели, месяц бежит медленнее, замедленно к неделям. А если мы посещаем систематически и собрания в течение недели, домашние группы, молитвенные служения, время идет еще медленнее и насыщеннее. А что с днями? Дни у нас идут не от работы к работе, а от молитвы к молитве, от чтения Слова Божьего к Слову, от откровения Духа Святого к откровению. У нас время идет иначе. У нас приоритеты в жизни другие, и восприятие времени у нас иначе. Если у вас так идет время, поставьте лайк под видео. В заключении хочу сказать, что действительно Бог вполне может сделать так, что для человека время ускорилось. Так может и вмешаться в события, в наше время. Но важное это, во-первых, заранее предупредил. Во-вторых, Он это делает ради нас с вами, детей Божьих. В-третьих, слово утешения для детей своих. В-четвертых, сказал, что делать, быть осторожным. Поразмышляем. Хочу дать на размышления два стиха из Библии. Это Евангелие от Иоанна 3.16 и Марка 13.20. Просто остановитесь сейчас, поставьте на паузу видео и прочитайте. Посмотрите, по-вашему, что общего в этих стихах. Евангелие от Иоанна 3.16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3.16 Марка 13.20 И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Евангелие от Марка 13.20 Если вы найдете что-то интересное, напишите в комментариях. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит Библия о времени зарождения и последнем времени и нашем участии в нем. Более того, мы еще много будем говорить на темы Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь, будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. Пожалуй, сегодня я заканчиваю. Между прочим, если вам понравилась запись или вы получили слово Откровения Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.